Я думаю, что мы должным образом настроились на эту игру, провели хороший матч, хороший матч, качественный, в таких тяжелых условиях, и поле уже немножко начало раскисать. В первом тайме полностью переиграли гостей, доминировали, помешал нам или сбил нашу игру до пенальти, перевернулась игра наша, получалась равной. Во втором тайме, конечно, мы уже начали делать замены, выпускать еще нападающих, старались еще забить. Своим временам говорю благодарность, объявляю, значит, выходной за ужин, за хорошую игру. Но думаю, что все-таки, если честно, так взять, по результатам закономить. Комментарий, ну, какое-то чувство разочарования осталось от того, что не смогли мы сохранить то преимущество, которое было, ведя 2-0, и сыграть ничью немножко есть такое чувство досады и разочарования. В принципе, если брать по игре, то где-то начало, первые начальные минуты были за тамбовым, активность они проявляли, имели, скажем, такой неплохой момент для взятия ворот. Вот, затем игра выровнялась. Ну, мы играли осознанно, мы отдали территорию и уповали на то, чтобы уплотнить максимально оборонительное наше построение, и в образовавшиеся оперативные просторы за счет передач и скоростных действий наших игроков группы атаки решить судьбу матча в свою пользу. В принципе, предпосылки у нас были. В первом тайме у нас был момент у Бирюкова хороший. Повели в счете, и при счете 2-0, опять же, у Бирюкова момент, когда во воротарском, он там принял неправильное решение, нужно было разворачиваться, забивать эти мячи, все становилось уже окончательно ясно. А так, получили пенальти в свои ворота. Шанс появился у команды Тамбов, и они воспользовались, ну, скажем так, они оказывали больше силового давления, выпустили высокорослого, центрального нападающего. Но мы предполагали, и, собственно, так и было, что Тамбов ведет такое немножко упрощенное ведение игры за счет длинных продольных передач в центральную зону с борьбой, с силовым давлением, и стандарт, то есть, я предупреждал, ребята, что они сильны при розыгрыше стандартных положений, в связи с тем, что мощные два центральных защитника, вышел парень у центральной нападающей в конце игры, и они за счет этого силового давления, собственно, и продавили, пропустили мы второй мяч.